всем привет друзья привет youtube у меня сегодня новый отстрел смысл этого стрела вообще почему я решил расстрелять патроны тройку в общем покупала себе глав патрон тройка в контейнере это который гранд патрон то сильвер сильвершот или как они там правильно называются короче контейнерный патрон тройка в контейнере навеска 32 грамма ездила несколько охот ребят выезжала с этим патроном я не знаю почему я не могу никого взять я у меня дичь улетает 35 метров друзья я дело не дело не в ружье дело не во мне дело реально в патроне потому что я не первый раз и таки еду на охоту не первый раз стреляя по дичи и это не первое мое ружье которым я владею то есть я знаю что я стреляю и я стреляю довольно таки как бы ну не скажу что я прям профессионал в этом деле стрельбе по дичи но все-таки попадать я раньше попадал других ружей с этим какие-то проблемы в общем не друзья знакомые говорят сайт попробует патроны поменять но это первые патроны с ружье только только купил вот это первые мои патроны которые я взял решили пострелять в общем по моему они мне особо нравится вот сейчас я хочу сравнить вот этот патрон значит глав патрон и взял сейчас коробочку фетра но небольшое отличие между этими патронами отличие заключается в том что это полумагнум у него навеска уже идет 36 грамм вот решил взять полумагнум я хочу что мы будем проверять будем проверять проверять кучность значит по обоим дистанция 35 метров будем проверять резкость резкость я буду проводить проверять на куске фанеры вот то есть на как глубоко заходят дробины в фанеру потому что ребята только стрелял по ряпчику ну так получилось что я третка стрелял по рябчику в общем рябчик осыпался плане того что все было в пуху мне кажется он до сих пор там где-то в лесу ночи замерз наверное потому что там реально пол подушки просто как будто по подушке стрельнул нам столько перья была рябчик улетел вот не знаю что с этим патроном не так кто-то его хвалит кто-то его хает вот но мы сейчас проверим значит первые два выстрела значит у меня будет три патрона это значит главпатрон и три патрона это фетр полумагнум 36 грамм навеска значит два выстрела я делаю то есть верхнем стволом два выстрела одним вторым патроном потом нижним стволом два выстрела одним вторым патроном и потом по одному выстрелу будем делать по фанерке посмотрим на резкость на резкость патронов итак поехали значит вот у нас два патрончика вот они фетр вот так вот выглядит и вот этот главпатрон. Оба троечка. Стреляем сначала главпатроном. Делаем выстрел верхним стволом, чоком. Идем, смотрим. Считаем, сколько у нас дробин прилетело. Какая кучность, какая усыпь. Потом отстреливаем второй патрон. Какой хлесткий такой выстрел у него. Нравится мне, как он стреляет. Ладно, пойдемте посмотрим, посчитаем, что у нас там пришло. Итак, вот, друзья, такая усыпь. В принципе, более-менее равномерная. Мы увидим, что все-таки правее, как будто бы немножко больше. То есть здесь пустоватый угол остался. Вот. Сейчас я значит эти все отмечу. И тем же самым патроном стреляем, только уже будем стрелять нижним стволом. Так, все, друзья, тот же самый патрон, только стреляем в этот раз уже нижним стволом по той же самой мишеньке. Поехали. Отлично. Накал хороший, пробития капсули нет. Идем смотреть. Итак, друзья, долетел пушь почти до мишени. В общем, открылся он нормально. Все лепестки у него открыты. Значит, смотрим, что у нас получается здесь. Значит, с чоку у нас пришло 60 дробин, я посчитал. Сейчас посчитаю, что будет с получоком. Но мы видим, что вся осыпь концентрируется с правой стороны. Стреляю ровно по центру. Видно, что осыпано вот здесь вот. Все-таки мы сейчас выясним, все-таки это патрон. Дело в патроне или все-таки в ружье после того, как стреляем фетром. Ладно, сейчас считаю, сколько здесь. Все, друзья, значит, посчитал. В принципе, результат такой же. С чоку у меня пришло. Патрон, это главпатрон. 60 это с чоку, 63 дробины с получоку. Но мы видим, да, как я уже говорил. Вся осыпь сконцентрирована с правой стороны. Ладно, друзья, сейчас крепим, значит, точно такую же, точно такой же листочек. И отстреливаем уже фетром полумагнумом. Ну, полумагнум, там понятно, там будет осыпь больше. То есть, так как там дробь, по крайней мере, на 4 грамма больше, будет больше. Но я хочу посмотреть, как она будет, как она осыпет, значит, равномерно ли осыпет нашу мишень. Фетр, увеличенная навеска, 36 грамм. Значит, немножко страшновато мне стрелять. Почему? Потому что не стрелял никогда с полумагнума. Ну, отдачная работа посильнее, потому что ружье весит всего 3 килограмма. Та же самая дистанция, новая обоина. Размерами она такая же. Также нарисованный в центре у нас... Так, перчатку я сниму. Ну, рука, перчатку делала, рука замерла. В центре нарисованный кружочек. Пробуем? Да, отдача такая, ребят. Посолиднее. Нормальная отдача. Ладно, пойдемте, посмотрим, что получилось. Вот вам, ребята, полумагнум, как сказал Олег. Дроби больше? Дроби много? А толку нихуя. Ребят, я не знаю, тут дроби реально больше, но что-то здесь совсем как-то все жидкое. И точно так же, ну, блин, не знаю даже, что сказать. Тут у меня вообще пустая. Ну, у меня с теми патронами вот здесь было пусто, да? Сейчас у меня пусто вот здесь. Да, оно как-то равномерно распределило. Ну, да, но оно хоть равномерно распределило, но и раскидало ее, по-моему, нормально. Потому что дроби здесь явно больше, на 4 грамма. А раскидало его больше. Может быть, из-за высокой скорости, больше навеска. Это выше навеска пороха, то есть выше скорость и больше раскидывает. Ладно, давайте посчитаем. Да, да. Друзья, а это, мне кажется, показалось, что мало. На самом деле, 62 дробины с чока. Тот результат у нас был... Так, вот там у нас застоплено. Чока было 60. С чока 60, здесь с чока 62. Результат, в принципе, такой же, но осыпало более равномерно. То есть там у нас не было. У нас здесь половина пустая была. Здесь хоть чуть-чуть сюда что-то пришло. Так, ладно. 62 дробины с чока. Сейчас тот же самый фетр отстреливаем уже с получока. Все. Нижний ствол, получок, фетр, навеска 36 грамм. Поехали. Ах, пустая пахнет. Вот вам, друзья, и фетр. Пыш неоткрытый. И пыш... Ну, мне не нравится вообще этот пыш. Во-первых, он лепестковый. И смотрите, он не открылся вообще. Он запечатан. Причем конкретно, я вот, смотрите, даже рукой... Блядь, я вот даже пальцы не порвать не могу. Короче, пыш был запечатан, друзья. Вот он. А по особи... По осыпи. По особи. По особи, друзья. В этот раз все повеселее. Здесь осыпало, здесь у нас вот сюда уже пришло. Вот они, дробинки. Так, особь есть. Давайте посчитаю, что у нас получилось с получока. Фетр, навеска, полумагнум. И посмотрим. В этот раз у нас пришло 83 дробины с получока. Но особь ушла немножко вниз. Ну, может быть, конечно, я отдернул. Не знаю, не утверждаю. Короче, 83 дробины ушло с получока. Пришло у нас с получока. Как я и показал, контейнер у нас не открылся. В принципе, в этом ничего хорошего нет. В любом случае, я перейду к тому, что патроны я на 12-й калибр тоже буду снаряжать сам. То есть, как и на 32-й, как и на 16-й. Я сейчас снаряжал сам. На 12-й я тоже буду снаряжать сам. Просто у меня пока еще нет ни УПС-ки, ничего. То есть, скоро приобретем и будем. То есть, гильзы я уже начал собирать. Все остальные комплектующие у меня есть. Дроби, пули и так далее. Вот. Ну, а пока экспериментируем, значит, с заводскими патронами. Не особо они мне нравятся. Ну, вот это вот вообще ни о чем. То есть, если бы сейчас, допустим, вот это был бы рябчик, да. Вот его натушка. Ну, примерно, вот такого вот он размера. И вот я ему, вот почему я и говорю, что я попадаю по рябчику. Вот с него пух летит, а рябчик улетает. Вот с него пух полетел. Вот я ему почиркал его. То есть, если он сидит у нас на ветке вот такой, да, кажется, с головой. Тушка у него вот такая. Вот я его чиркаю. Крылья, хвост везде, с него все вылетает. А рябчик бедный, голый, без перьев улетает в лес. Вот поэтому так и происходит. Осыпь неравномерная. Нужно добиться равномерной осыпи. Осыпи, значит, но добиться равномерной осыпи можно только, если собирать патроны самому. Экспериментировать с навесками, экспериментировать с пыжами, экспериментировать с массой дроби, с массой снаряда. Вот, ну, давайте еще осталось у меня два патрончика. Мы сейчас отстрелим по куску фанерки. Вот давайте по такому. По куску фанерки. И посмотрим на резкость. Вот так вот туда поставим. Нормально? Пойдет? Пойдет Соль. Давай мне перчатку верни, ты у меня уже указан. Я сейчас тысячу раз спрашивал, что у тебя с руками? Что заебись? Что заебись? Давай сувай. Заботливый. Заботливый, да. Итак, поехали. Смотрим резкость боя. Первый идет у нас. Стрелять будем с чока. Первый это главпатрон. Стреляем по фанерке. Все предохранитель снят. Поехали. Надо сходить отметить эти патрончики, эти дробинки, чтобы знать разница. Главпатрон. Пышь открывается полностью. Четырехлепестковый. Смотрите, как он широко открылся. Вот это мне нравится, что он открывается полностью. Так, ну и смотрим здесь. В принципе они, дробинки у нас пришли. Да. Да. Но они, смотрите, они не глубоко. Вот это вообще торчит снаружи. Вот сюда, где палец у меня покажи. Он ее даже чувствую. Короче, они заподлицо с фанеркой. Вот они заподлицо. Да нет, насквозь-то ничего не прошло. В общем, заподлицо они с фанеркой. Ровненько. То есть ровненько они. Ну, не углубились и не торчат. Они прям ровненько. Ну, давайте сравним теперь это с фетром. Что у нас покажет фетр на такой же самой дистанции. Так, все. Те дробинки я отметил, которые в фанерку у нас зашли ровненько заподлицо. Патрон фетра наезд на 36 грамм. Верхний ствол. Чок. Поехали. Панерка упала даже. Ребят, панерка упала. Пойдемте. Так, друзья. Ну, что сказать. Фетр повеселее будет. Смотрите, они как глубоко позалезали. Ну-ка, сфокусирую, чтобы видно было. То есть, смотрите, вот это наружу, да, торчит. Видно? А это, смотрите, у меня аж маркер туда вон залезает. То есть резкость у него намного. А выяснили мы, значит, то, что у нас фетр залезает в 2-3 раза глубже. Некоторые, вообще их там даже с дробин не видно. Они прям позалезали. Вот эти вот. Вот эти торчат. Главпатроновский. А вот эти вот. Их прям там не видно. Она прям туда очень глубоко. Ладно, все, друзья. Батарейки садятся у нас на камерах. В общем, вот такой вот у нас отстрел. Сравнение патронов по кучности, по резкости. Делайте выводы сами. Покупать вам такой патрон или такой. А лучше вообще сами крутите патроны. Я тоже скоро этим займусь. Вот. Ладно, друзья. Все. Всем спасибо за просмотр. Кто досмотрел видеоролик до конца. Всем, кто сейчас кушал, всем приятного аппетита. Всем до встречи. Всем пока, друзья. Всем пока, друзья. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok